Пчелы обножку потеряли на прилетной доске, а вон одна сидит, выгрызает то, что потеряли. Пчелы прагматики, у них ничего не пропадает. Все идет в дело. Слива цветет, аленка волохатая уже тут как тут. Злостный вредитель. А пчел на сливах нет. Вот такой вот год у нас интересный. Катастрофа. Всем привет, Тульбит Махнаток Чудович. У нас каждый год, год от года, пчеловодство все интереснее и интереснее. Потому что каждый год все нестандартнее и нестандартнее. Потому что климат поменялся. Вот сегодня, в этом году, такая у нас ситуация. Было холодно-холодно, а потом резко тепло. И вот пошла цвести груша. Ну еще не пошла, но вот-вот уже. Персик цветет как ненормальный. И все это в один день. Обычно что у нас происходит? У нас пчелы облетались. И вот садки начинают цвести где-то не через 25, через месяц. К этому времени пчелиные семьи начинают набирать уже сил. А сейчас у нас получилось 22 числа. Пчелы пошли в сезон. То есть набрались пыльцы. Сейчас про пыльцу более подробно расскажу. А тут уже, понимаешь, 8 число и все начало цвести. И челиные семьи не готовы к тому, чтобы собирать мед из садков. Потому что они еще на первой стадии развития. Они еще не поменяли старую пчелу на новую. И вот сейчас смотрим на дерево. Красивое такое, цветущее. И ни одной пчелы. Где, может быть, какая залетная прилетит. Пусто, голо. Пчел на цветах нету. Хотя улья что-то там. Нектар какой-то принесли небольшой. Даже попечатали. Но в общем-то что? Пчел нету. Почему нету пчел на цветках? Потому что это же как-то вроде нелогично. Потому что пчел в улье нету. Фундук. Мы его пролетели в этом году. Он запылил. А было холодно. Пчелы пельцы с фундука не взяли. Фундук уже полным ходом. В листьях весь. Такие вот дела. Задавали-то мне походу вопрос, что ты что-то нас путаешь. То ты говоришь, что сезон начинается. Пчелиная семья начинает свое развитие с момента облета. А потом говоришь, с момента приноса пельцы. Так вот, я все правильно сказал. Потому что, когда я говорю с момента облета, это подразумевается, что сезон нормальный. То есть, человеческий. Обычно момент облета пчел совпадает как раз таки с моментом приноса пельцы. Пчелы облетаются и в тот же день начинают приносить в улье пельцу. И несут ее 2-3 дня. Через 2-3 дня они перестают нести пельцу, потому что занесли для того, чтобы выращивать расплод. А вот в этом году фундуки пылили, а было холодно. Пчелы облетелись. У кого-то облетелись даже еще в начале марта. У кого-то даже еще зимой, в феврале, а пельцы не было. И вот в этом году облет пчел не совпал с моментом приноса пельцы в улей. То есть, пельцу они принесли 22 марта в улей первый. И вот с 22 марта, с момента заноса пельцы, а не с момента облета, и начинает считаться момент, когда пчелиная семья начала свой сезон. То есть, начало свое развитие. Так вот, не всегда, не каждый год попадает момент облета с моментом заноса пельцы. Если в природе все хорошо, как и должно быть, никаких аномалий, то все нормально. Момент облета совпадает с моментом приноса пельцы в улей. В тот же день приносят и облетываются, и приносят пельцу. А бывает года, вот как этот, когда не совпадает и не совпало буквально на 20 дней. Поэтому в этот год считается не с момента облета, а с момента приноса пельцы в улей. с 22 марта. Но это у меня с 22 марта на моей пасеке. У вас другие числа могут быть, потому что у вас пчелы могут в другой день облетаться. У вас может быть солнечно было и может быть пчелы принесли пыльцу раньше, чем у меня. У вас сезон начался раньше, потому что все время пишут скажи, где ты живешь и мы по твоим датам будем вести свою пасеку. У вас не получится вести свою пасеку по моим датам, те, которые я говорю. Поэтому я стараюсь избегать дат, рассказывать в своих видео. А сегодня 11 апреля. Сегодня буду по датам рассказывать. Поэтому, если вы по моим датам будете вести свою пасеку у вас ничего не выйдет. Вы должны научиться считать дни в пчеловодстве. Надо уметь считать. И вот сейчас 11 апреля сезон у меня начался 22 марта. 22 марта облетелись они раньше облетелись. Они еще в начале марта, числа седьмого. Но потом холодно. Пельце не взяли. Занесли первую пельцу только 22 марта. Так вот, сезон у меня начался 22 марта. Сегодня 11 апреля. Сколько прошло времени с того дня? Прошло 21 день. А что у нас через 21 день после того, как пчелы облетелись? А если правильно в этом году? После того, как жопы. Такой национальный праздник. Я о нем рассказывал. В этот день, 21 дня после заноса пыльцы, после того, как семья стартанула. А вам день старта семей на вашей пасеке надо хорошо знать. Потому что от него идет отсчет всех работ на пасеке, которые вы будете делать. Хотя это не принципиально. Можно по состоянию семьи определяться. Но все-таки учитесь считать. Потому что это когда у вас там два улья. Пошел посмотреть на состояние семей. Да и все. Когда пасека уже будет большая. Я же надеюсь, что она у вас будет большая. Вот я им пыльцу давал. Они что-то взяли. Прилично взяли. Сейчас им эта пыльца уже не пыльца, вернее, а мука не надо. Потому что пыльца есть в природе. И они этот мотлых уже брать не будут. На муку они больше смотреть не будут. Вам надо уметь считать, чтобы спланировать работы на пасеке. Так вот сегодня 21 день. Сегодня день жопы. Сегодня семьи имеют наименьший размер, который может у них быть. Вот после сегодняшнего дня пчелиные семьи либо идут в рост, либо угасают. То есть не стартуют. Не получился весенний старт. И в этот день все хорошо видно. На сегодняшний день должно быть около четырех рамок расплода в благополучных семьях. С кормом я их обеспечил. С кормом у них проблем нет. Вот листаем нашу семейку и смотрим, сколько у них расплода. Сегодня день жопы. С завтрашнего дня семьи уже пойдут в рост. Но для того, чтобы они пошли в рост, у них должен быть расплод. Как видите, пчел на садках нет. Почему нет? Потому что нет молодой пчелы. Потому что в этом году аномальный год. Все зацвело гораздо раньше, чем пчелы успели разрастись. Поэтому что? Поэтому нифига у нас с ледом из садков не получится. Они его просто не соберут. Значит, черешей не будет, яблок не будет, груш не будет, ничего не будет. Так вот, показываю. Рамка. Вся забита пыльцой. Вся забита пыльцой. Можно сказать, от бруска до бруска тут в этой части мед. Это есть хороший признак. Потому что, если пчелы принесли много пыльцы, пчелы пыльцу впрок не заготавливают. Рамка вся забита пыльцой. Значит, у них должен быть расплод в больших количествах. И они собираются его выращивать в будущем. Потому что пчелы пыльцу не заготавливают впрок. Они ее приносят столько, сколько надо. Пыльцой много, значит, им надо много пыльцы. Значит, планируют вырастить много расплода. Так, смотрим рамочка. Вся в расплоде. Хорошо. Вся в расплоде. Вот сейчас буду вам нюансы рассказывать. Во-первых, сегодня видно, стартанула семья или не стартанула. Семья, которая не стартанула, она имеет плачевный вид. И по ней сразу видно, что она не стартанула. Есть семьи, у которых расплоду мало. Они-то стартанут, но расплоду мало. Вот такие семьи на галочку. И в этом году меняем маток. Потому что что? Матки весной не стартанули. Так, видим. Расплод сплошной. Все чудесно. Каннибализма у нас не было. Кое-где есть пропуски. Но это не пропуски. Это пчелки уже вышли из ячейк. Видите? Тут ячейка не шестигранная. Вот если сюда смотреть, ячейка вроде как шестигранная. А тут идеально круглая. Идеально круглая. Это значит, пчелка прогрызла крышечку и вышла. Так что это не погибший расплод. Это вышли уже молоденькие пчелки. Расплод темного цвета, крышечки завалены в серединку. Это уже расплод на выходе. То есть что? В этом году каннибализма пчелиного не было. Потому что если недостаток пыльцы, пчелы начинают поедать в собственных личинах. Получается решетчатый расплод. Я давал муку и этим избежал каннибализма. Вот вам результат дачи муки соевой в то время, когда пыльцы не было. Я раздавал по ульям муку и, видите, избежал каннибализма. А если бы не давал, то расплод был бы сейчас весь в дырках, как сыр. Так, дальше смотрим, на что обращаем внимание. Тут весной вообще интересно все рассказывать. Видите, у нас расплод тут почти на всю рамку. То есть от боковой планки до боковой планки. От верхней планки до нижней планки. Так покажу, чтоб беднее было. Это значит, что эта семья ее можно расширять. Потому что что? Она обогревает всю площадь рамки. Ну вот здесь вот с краешку еще немножко не нагревает. Так, эту семью надо обязательно расширять, потому что им тесно. Есть семьи, у которых расплод только на пол рамки. А эта сторона, допустим, левая, у них в меде. Значит, что у них еще они полностью рамку не обогревают. Такие семьи разутеплять и сильно расширять не надо. Но сейчас все семьи надо расширить на одну-две рамки. Потому что они пойдут в рост, им надо куда-то расширяться. Если сейчас не расширите семью, то они затормозятся в своем весеннем развитии. Вот эта семья греется хорошо. То есть что? Ее надо обязательно расширять. Обязательно. Так, еще. Что видим? Видим, вернее, чего мы тут не видим? Мы тут не видим полумесяцев. Когда семья идет в рост, а она еще не пошла, потому что сегодня день жопы, она только с завтрашнего дня пойдет, то у расплода начинает появляться полумесяцы. Откуда берутся полумесяцы? Вот видите, вот здесь вот открытый расплод. А здесь печатный расплод на выходе. Вот этот печатный расплод выйдет, тут образуется пустое место. Матка его засеет. А вот этот расплод, который матка досевает, потому что тепло становится. Пчел не становится больше, но погода более теплая становится. Им легче обогревать гнездо. И матка вот здесь в краю уже заложила открытый расплод. Тут уже червячки будут печатать. Вот когда этот расплод выйдет, тут останется пустое место. А тут будет полумесяц запечатанного расплода. Вот когда появились у вас полумесяцы, это значит семья начала расширяться. Значит, все пошло в рост. Если полумесяцев нет, значит семья еще в рост не стартанула. Ну, тут еще полумесяца явно не видно, но видно, что он уже формируется. И вот если вы не расширили семью, когда у вас появились полумесяцы, то считайте, что весеннее развитие пошло на смарку. Так что надо обращать внимание на полумесяцы. Это я вам такие нюансы пчеловодческие рассказываю. Опять видим, практически всю рамку греют. Все чудесно с этой стороны. Вот тут уже расплод вышел один раз. Вот все пыльцой забито. Все. Есть у них расплод. Этих пчелов надо расширять. Расширять и то бегом, бегом расширять. Потому что уже что? Все. Пойдут в рост. Вытягиваем рамку. Вся в пыльце полностью. Вот с этой семьей я с расширением что? Опоздал. Вот он прошляпил я расширение. Вернее, не прошляпил расширение. Я их очень сильно сократил. Боялся, что замерзнуть. Сделал это зря. Эту семью можно было так сильно не сокращать. И что? Сейчас в экстренном порядке. Им надо доставить минимум две рамки суши. Потому что что? У них есть потенциал. Но нет места под засеян. Вот я ищу соты и бегом, бегом их расширяю. Желательно светло-коричневыми сотами. Потому что эту семью я уже опоздал расширить. У них уже формируется полумесяца. Они у меня еще до сих пор не расширены. И это очень плохо. Поэтому что? Бегом, 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 бегом. Бегом их расширяем. Так, даже дам их три рамки на расширение. Вот так. И все. И тут все закрываем. Эта семья у меня с весны без утепления. Ну эксперименты. У меня все семьи утеплены. А вот эта экспериментальная. Без утепления с весны совсем. И вот у нее расплода немножко меньше, чем в других семьях. Все-таки весной надо семьи утеплять, как показывают эксперименты. Неутепленная семья имеет расплода меньше. Потенциал семьи большой. И это я опоздал с расширением. И вот они не утеплены. Как видите, даже если семью не утеплить, а весна в этом году была очень холодная, то все равно приличная семья, хорошая семья, она выживает. То есть она не пропадает, если ее не утеплите. Вот если слабенькую семью не утеплите. Все, гайки не стартанет. И что еще надо обязательно сделать? Надо дать и мед. Вот эти рамки. Садки сейчас зацвели. Они на них не летают. Вернее, летают, но очень мало. Потому что пчела еще старая. Старая пчела за медом не полетит. Вот так будет выводиться новая пчела уже. Она на выходе там уже немножко начинает выходить. Вот та пчела уже полетит за медом. Так что в ближайшие дни улья проснутся. В ближайшие дни. И пойдут на садки за медом. Ну, в ближайшие дни эта пчела выведется. 5 дней она не летает. Через 5 дней у нас они пойдут на садки. Но дело в том, что садки должны цвести около 25 дней. Потому что сначала цветет абрикос, потом сливы, потом груши, потом яблори. А сейчас цветет все одновременно. Так что садки отойдут быстро. Так, и даю я им рамочки с медом. Распечатываю рамочки со старым медом. Прошлогодним. Потому что мне этот мед уже не надо. Я же его качать не буду. А пчелам он тоже не надо. Потому что садки будут. Так вот я сейчас все распечатаю. Чтобы за эти 5 дней, что осталось до того, как они пойдут за медом из садков. Они забрали из этих рамок этот мед и меньше летали. Вот этот стратегический запас меда, который у меня был на весну. Весна такая сложилась в этом году, что он вроде как не пригодился. Вот если бы у нас садки так не зацвели массово, то сейчас, в принципе, если пчеловодческий сезон нормально начинается. Пчелы облетались и еще около 25 дней у них неоткуда взять меда. И вот этот стратегический запас идет на эти 25 дней. Этими рамками 25 дней я кормлю пчелы. А в этом году получилось, что этот стратегический запас нафиг никому не надо. Потому что через 5 дней они уже начнут собирать садки. Абрикос уже не успеют. Абрикос мы пролетели. Будем в этом году опять без абрикоса. Но все остальное может быть успеют. Но эти рамочки мне уже не нужны. Мед в этих рамках. Поэтому распечатываем, отдаем с чистой совестью. И пусть его пчелы забирают. И жрут благополучно. Вот вам семья без утепления. Как видите, результат хороший. Семья не пропадает. Самое главное, что я экспериментировал. Пропадет семья, если ее не утепит при холодной весне или не пропадет. Как видите, не пропадает. Старт более плачевный, чем в других семьях. Но, тем не менее, семья жизнеспособная не пропадает. Такие вот дела. Это когда мне спрашивали, утеплять семьи или не утеплять. Лучше утеплить. Но, как видите, если семья хорошая по размерам, то она и без утепления выживает. Просто у нее срок развития растягивается за счет того, что гнездо надо более сильно греть, более холодное. Те семья, которые утеплены, развиваются быстрее. Это тоже развивается, но медленнее. Такие вот дела. Выживет эта семья. Расплоду маловато, но пойдет. Ничего страшного. Она выровняется буквально за две недели. Догонит остальных. Но сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось. Все равно лайк, потому что я очень жален. И придем приятным, махнотющим чудовищем.